Двадцатый век Фокс представляет Двадцать три шага до Бейкер-стрит В фильме также снимались Сэссил Паркер Патриция Лефон Морис Деннам Эстель Винвуд Лиам Редмонд Изабель Элсом Мартин Бенсон Натали Норвик Теренс Д. Марни Автор сценария Найджел Балчин По мотивам романа Филиппа Макдональда Композитор Ли Харлайн Дирижер Лайонел Ньюман Оператор Милтон Кресснер Продюсер Генри Эфрон Режиссер Генри Хэтэвэй Режиссер Генри Хэтэвэй Боли Хэтэвэй Боли Хэтэвэй Боли Хэтэвэй Боли Хэтэвэй Продолжение следует... И заменить... И заменить на... Сожалеешь. О чем тут сожалеть? Этот мир не наше творение, а будь наше, то, вспоминая, какие мы, я не представляю, что за хаос царил бы в нем. Продолжение следует... Боб, я переделал ту речь в конце второго действия, напечатай ее и отправь в театр. Значит, Пирсу придется учить новые слова. Он и старый ты не выучил, так что новые ни на что не повлияют. На премьере мне казалось, он какой-то другой спектакль играет, и так хотелось очутиться в другом театре. Дело, конечно, не мое, но ваша пьеса имеет огромный успех в Нью-Йорке, да и здесь, судя по всему, тоже. Почему не оставить ее как есть? Оставить как есть? А что тогда делать? Пройтись по Национальной галерее? Или сидеть здесь и гнить? Или вернуться в Нью-Йорк и гнить там? Отправь театр, сейчас же. Добрый день, это квартира мистера Хэннона? Да. Позвольте спросить, могу я его увидеть? Можете сказать ему, что пришла Джин Ленокс? Он ждет вас? Нет. Прошу прощения, но... Вы подруга мистера Хэннона? Ну, я себя таковой считаю. Зайдите и подождите. Спасибо. Прошу прощения, мадам, я сейчас. Пригласи мисс Ленокс пройти. Проходите, пожалуйста, мисс Ленокс. Здравствуй, Фил. Здравствуй, Джин. Что ты делаешь в Лондоне? Да просто в отпуск приехала. Захотелось забежать, поздороваться и поздравить с такими замечательными рецензиями. Ты пересекла пять тысяч километров ради этого? Нет, конечно нет. Фил. Почему ты мне ничего не сказал, когда уезжал из Нью-Йорка? Ты знаешь ответ. Джонни и Пэт живут в Лондоне. Ты звонил им? Никому я не звонил, я занят работой. Фил, я не понимаю, почему ты не прекратишь так себя вести? Джин, мы уже десять раз это обсуждали. Если вопрос закрыт, я хочу забыть о нем. Давай поговорим о чем-нибудь другом, а? Нравится квартира? Очень хорошая. Подойди, посмотри, какой вид красивый. Вон там парламент. Оттуда на нас смотрит Биг Бен. Как видишь, его сейчас чинят. Станция Чаринг-Кросс. А там у нас мост Ватерло и собор Святого Павла. У нас тут есть даже доисторические развалины, берущие свое начало в 1941-м. Не будь таким озлобленным, Фил, тебе это не помогает. Озлобленный? Я? Я успешный драматург с совсем недавним достижением, большим достижением. Из-за чего мне быть озлобленным? У меня все хорошо, пока меня никто не трогает. Жалко, люди не знают, что всему должно быть свое место. Мне сейчас нужно уйти, Джин. Ты куда-то собиралась? Нет. Наверное, пойду к себе в квартиру. А, ты квартиру сняла? Надо будет зайти как-нибудь посмотреть, какой у тебя вид из окна. Боб, я пошел. Мне пойти с вами? Нет, я только до паба. До паба Орел? Да. Уверен, что мне... Совершенно уверен, совершенно. Послушай, если тебе нечем заняться, можешь вызвать такси для мисс Ленокс. А когда закончишь печатать обновление, возьми машину, забери меня из Орла и отвези в театр. До свидания, Джин. До свидания, Фил. Очень приятно, что ты и навестила меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вызвать вам такси, мисс Ленокс? О, нет, спасибо. Обойдусь. Знаете, не надо так делать. Как? Ну, носиться с ним, как курица с яйцом. Он из-за этого очень злится. Мне не по душе, что он уходит на улицу один. Понимаю, но раз он думает, что может, значит, должен уходить один. Где этот бар? Через две улицы. Через дорогу. Через дорогу? Да. Его отсюда видно. Вы давно у него работаете? С тех пор, как он приехал сюда в последний раз. Почти два месяца. Он пьет? Ну, не сказать, что пьет, но и не сказать, что не пьет. Вы давно с ним знакомы, мисс Ленокс? Ну, да, я три года работала у него секретарем и в Нью-Йорке, и здесь, да и везде, куда он хотел отправиться. Мы были помолвлены, а потом случилось это. Он не хотел, чтобы я была рядом. И уволил меня. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Что сегодня будешь, дорогой? Виски, пожалуйста, двойной. С газированной водой или с простой? Ни что ни с другой, не надо разбавлять. Ты американец, да? Да. Тогда тебе, наверное, лед в виски положить? Нет, спасибо, я научился пить его по-вашему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пожалуйста. Спасибо. Отчего так устал, дорогой? Рассказ у меня получился бы длинный и печальный. Уверен, вы таких немало слышали. Но не от таких молодых, как ты. Столько и хватит. В самый раз. Спасибо. Я не хочу иметь с этим ничего общего, мистер Эванс. Не нравится мне то, что вы говорите. Зато сумма тебе понравится. Получишь больше, чем за предыдущую работу. Намного больше. Но откуда мне знать, что вы сделаете? Это не твоя забота. Просто сделай, как я говорю, потом заберешь деньги и обо всем забудешь. Это как-то подло. Люди ведь доверяют. Мне что, молитву прочитать? Вы обещали, что работа у его светлости будет последней. Это работа. Намного круче. Перестань. Мэри прибывает десятого. Как прибудет, подойдешь к ней и заберешь. Потом мы заберем у тебя и дадим тебе деньги. Что может быть проще? Ну, вы не понимаете. Вдруг она мне понравится? Она тебе не успеет понравиться. Нет. Нет, мистер Эванс, я не стану этого делать. Не стану. Послушай-ка меня. Меньше, чем через пять минут. Так что подумай. Вы не сделаете это. Не сделаете. Конечно. Я этого не сделаю, если ты сделаешь, как тебе велено. Перестань. Возьми себя в руки. Незачем плакать. Все, ты справишься. Хорошо. Осталась ли вообще в мире порядочность? Когда нужно? Ночью девятого. Адрес тот же. Потом я отвезу тебя и начнешь работу десятого. Можно мне теперь идти? Куда спешишь? Выпей еще. Нет, мне нужно ехать назад. Ее светлость идет на концерт, и за ними некому будет присмотреть. Я выйду с тобой. Тебе в какую сторону? Да мне только до угла дойти. Семьдесят третий идет прямо до двери, но он всегда переполненный. Мисс, мисс, подойдите, пожалуйста, сюда. Да, дорогой? Два человека, которые сейчас вышли. Вы знаете их? Мужчина и девушка? Нет, не видела их тут раньше, насколько помню. Как они выглядят? Не знаю, дорогой. Обычно мужчина, обычная девушка. Они высокие, низкие, молодые, старые. Ну, он немного выше, чем она. Не больно высокий, не больно старый. Как сказать? Среднего роста, как все вокруг. Но им по 16 или по 60. Честно говоря, я не рассмотрела их внимательно, но, пожалуй, им в районе 30. Она может чуть моложе. Что-то случилось, мистер Хэннон? О, Боб, когда зашел, не видел, как мужчина с женщиной выходили? Нет, сейчас никто не выходил. Мисс, ну вы же наверняка что-то в них подметили. Ну, кажется, на ней был синий плащ, а на нем непромокаемое пальто. Но вообще говоря, они прошли прямо рядом с тобой, дорогое. Они были к тебе куда ближе, чем ко мне. Нет, ты что же, их не видел? Нет, не видел. Я нынче вообще мало что вижу. Простите, сэр. Я не догадалась. Да ничего. Вы не собирались. Оба среднего роста. Возможный возраст от 25 до 35. Женщина, возможно, была одета в синий плащ, мужчина в непромокаемое пальто. Женщина была надушенная. Мужчина дышал, издавая хриплый звук, как будто у него заболевание бронхов. И вообще, голос у него был странный. Полиция уже едет. Понятно. Помолчи, дай мне закончить. Состоялся следующий разговор. Я не хочу иметь с этим ничего общего, мистер Эванс. Не нравится мне то, что вы говорите. Зато сумма тебе понравится. Получишь больше, чем за предыдущую работу. Намного больше. Но откуда мне знать, что вы сделаете? Когда я вам нужна? Ночью девятого. Адрес тот же. Я отвезу тебя, потом ты начнешь работу десятого. Хорошо. Можно мне теперь идти? Куда спешишь? Выпей еще. Нет, нет, мне нужно ехать назад. Ее светлость идет на концерт, и за ними некому будет присмотреть. Я выйду с тобой. Тебе в какую сторону? Да мне только до угла дойти. 73-й идет прямо до двери, но он всегда переполненный. Это все. Больше я ничего не смог расслышать. Потом они вышли. Ну что? Вы повторили дословно, мистер Хэннон? Это их разговор слово в слово? Да. Видно, у вас замечательная память. У меня работа связана с запоминанием диалогов. Ну, что скажете? Я так понимаю, это все, мистер Хэннон? Ну, а вам что, мало? Намечается что-то нехорошее, разве нет? Может быть. Может... Что значит «может быть»? А вы нам скажите, сэр, что вы поняли из разговора? Я понял вот что. Эта женщина как-то связана с какими-то детьми. Возможно, она нянька. Именно поэтому ей нужно было ехать назад, откуда кто-то другой уезжал. Так что у этого кого-то другого, видимо, есть дети. Дальше. Она работает у кого-то, кого зовет его светлость и ее светлость. А этот мистер Эванс, с которым она говорила, пытался заставить ее пойти на что-то плохое. Непонятно на что. Но она не хочет на это идти. Однако боится Эванса. Она до смерти его боится. Потому что ему есть чем на нее давить. Десятого числа она встретится с другой девушкой Мэри. Что-то у нее заберет и передаст это Эвансу. Возможно, эта вторая девушка тоже нянька, и они сговорились похитить ребенка. Подождите, мистер Хэннон. Я знаю, Америка богата на похищения, но здесь они происходят очень редко. Ладно, ладно, может речь про разбой, но точно про что-то очень-очень плохое. Мистер Хэннон, простите меня за эти слова, но вы драматург, и драматург виртуозный. В вашей записи разговор вышел очень эффектным и убедительным. Вряд ли мистер Хэннон решил устроить любительский спектакль, инспектор. Спасибо, Боб. Инспектор, я все записал так, как они это сказали. Да, но если взять только слова, у них может оказаться совсем другое значение. Например, ну, предположим, эта девушка работает, как вы говорите, у некой титулованной семьи. И, предположим, мужчина пытается переманить ее на другую работу, предлагая большие деньги. Получишь больше, чем за предыдущую работу. А как же фраза «потом у тебя заберем»? Ну, это... Прошу прощения. Работа, возможно, временная. Мэри уходит, и нужна девушка ей на замену, но потом эту работу у нее заберут. Но она же говорит подло подводить людей, которые тебе доверяют. Она может иметь в виду своего нынешнего нанимателя, а она сама может и не хочет, чтобы ее переманили за большие деньги. А, как старомодная служанка, о которых так много пишут. Зачем тогда Иванс угрожал ей? А я, в общем-то, и не слышал, чтобы он ей угрожал. Но возможно же, что угрожал как раз тогда, когда я не слышал. Вполне возможно. Послушайте, инспектор. Судя по всему, вы думаете, что я не только слепой, но и сумаседший. Я же сказал, я по роду своей деятельности знаю, как люди говорят, о чем думают, когда говорят то или иное. И я уверяю, вас девушка была напугана. Никто так не пугается, когда предлагают сменить работу. Мистер Хэннон, возможно, вы абсолютно правы. Мы очень благодарны за то, что вы связались с нами так быстро. Кто-то должен действовать быстро, потому что, о каком бы деле ни шла речь, оно намечено на десятое. А это ровно через неделю. Что будете делать? Нам особо не от чего отталкиваться, мистер Хэннон, но справки наведем. А если в это время вы припомните еще что-нибудь? Все, что я помню, на этой пленке. Можете прослушивать ее в любое время. Спасибо, мистер Хэннон. Возможно, мы этим воспользуемся. До свидания. До свидания. До свидания. Так и рвутся в бой, да? Видно, им прямо не терпится начать. Где мы сейчас? Проплываем под мостом Ватерло. Слева – фестивальный зал. Никогда не видел. Его построили уже после того, как я активно интересовался лондонскими зданиями. Какой он? Современный. Что это за звук? Вертолет летит на аэродром Ватерло. Они ничего делать не будут. Кто? Те полицейские. Они думают, я делаю из мухи слона. Ну, разумеется. Конечно, конечно. Не от чего отталкиваться, возможно, это просто невинный разговор и так далее. Но, либо я схожу с ума, либо та девушка была в ужасе. А может, в этом как раз и дело. Может, я и правда схожу с ума. Ну, так как здесь все? Красиво? Да. Да, очень красиво. Вид. Стание. Так ярко описываешь, что я практически вижу все это. Пол шестого. Солнце, наверное, как раз заходит прямо перед нами. Баржи спускаются? Да, две группы. Знаю. Солнце окрашивает реку в золотой цвет. Баржи черны на фоне золотого. Вода блестит благодаря легкому ветерку и пляшет у борта лодки и шлепает по нему. Подожди-ка. Подожди-ка. Что такое? Духи. Ну, вот и все, я понял. Джин? Да, Фил. Джин, я хочу тебя кое-что спросить. Помнишь, три года назад дома мы плавали где-то на весельной лодке? Да. Мы были на озере Каюга, проплывали мимо Итаки. Точно, я греб, мне было жарко, ты вытерла мне лоб носовым платком. Да. И этот платок был надушен духами, которыми ты тогда пользовалась очень часто. Помнишь, что были за духи? Да. Лазир де Мур. Ты по-прежнему ими пользуешься? Нет. Почти три года не пользуюсь. Они слишком дорогие. То есть они дорогие? Да почти самые дорогие. А что? Та вчерашняя женщина пользуется ими. Я почувствовал слабый запах, когда она прошла мимо меня. Кто-нибудь скажите, какая такая няня пользуется самыми дорогими духами? Быть может, ей их подарил хозяин. Подобные случаи никуда не исчезли, да и не исчезнут. Или она могла украсть духи у хозяйки. Нет, нет. Служанка может безнаказанно украсть деньги, одежду, да почти что угодно. Но стоит ей украсть духи, она выдаст себя сразу же, как только появится перед хозяйкой. Это верно, Фил, верно? Перепуганная няня, которая пользуется дорогими духами. Что же получается в итоге? Может, ответ есть на пленке? Я не хочу иметь с этим ничего общего, мистер Эванс. Не нравится мне то, что вы говорите. Зато сумма тебе понравится. Получишь намного больше, чем за предыдущую работу. Отдел полиции. Мисс Ленокс, скажу как есть. Имеется разговор, который может означать почти что угодно между двумя людьми, которые могут быть почти кем угодно. За что мне здесь зацепиться? Меня в первую очередь заботит мистер Хэннон, инспектор. Понимаете, это первое за долгое время настоящее дело, которое вернуло его к жизни. Вопрос в том, настоящее ли оно? Это очень важно для мистера Хэннона. Мисс Ленокс, я понимаю ваше беспокойство, и я сочувствую, но вам нужен психиатр, а не полицейский. Ну, да, вы правы, инспектор, и я, конечно, не имею права вот так отнимать у вас время. Но я подумала, может, вы позвоните ему и скажете, что ему сказать? Ну, что вам это дело интересное, что вы над ним работаете? Мисс Ленокс, даю слово. Если что-то проклюнется, если будет хотя бы намек на это, я тут же позвоню мистеру Хэнону. Причем с радостью. Спасибо. Потом заберешь деньги и обо всем забудешь. Но это как-то подло, люди ведь доверяют. Мне что, молитву прочитать? Вы обещали, что работа у его светлости будет последней. Джин. Ну что, они тебя приняли? Незамедлительно. У них что-нибудь получается? Ой, они работают, как бешеные. Опрашивают барменшу, просматривают свои списки, и вдруг есть кто-то похожий на Эванса. Поручили своему сотруднику приглядывать за баром на случай, если эти двое снова там появятся. А еще одному своему сотруднику. Браво, замечательная актерская игра, но ты прекрасно знаешь, что ничего они делать не будут. Обращение подезрегистрировали под буквой «Б», то есть бред сумасшедшего. Боб, 73-й это автобус или трамвай? Автобус. Куда он идет? Далеко. Не помню, где у него конечная, но он идет по Оксфорд-стрит, по Парк-Лейн, потом по мосту Найтсбридж. Фил. Она собиралась вернуться на работу, да? Так она сказала. А работает она у кого-то... у кого есть титул? У какого-то Пэра. Его светлость означает, что это не рыцарь и не баронет. И ее светлость собиралась на концерт. Да. Сколько здесь лордов, Боб? Включая лордов ирландского периода или нет? Без разницы. Без понятия. Ну, сколько бы их ни было, вряд ли много таких, которые живут в Лондоне на пути маршрута конкретного автобуса с маленькими детьми. И чьи жены ходили вчера вечером на некий концерт. Боб, есть ли какой-то справочник лордов? Существует справочник Берка со всеми пэрами, баронетами и рыцарями Соединенного Королевства. Даже у нас он есть. Вот. А, вот еще. Барон Ялдинг Хейлский. Х-Э-И-Л. Два сына, одна дочь. Наследник родился в 1949. Адрес Найтсбридж, Линккорт, дом 46. Авеню 7473. Что ж, пожалуй, это все возможные варианты. Ну, есть еще барон Звэмор на Парк Лэйн, но вряд ли у него есть маленькие дете. А сколько ему лет? 78. Ни разу не был женат. Но все-таки, пожалуй, его можно смело исключить. Сколько? 20. Хорошо. Итак, нам нужен тот, чья жена ходила на какой-то концерт. Начнем их обзванивать. Сейчас нельзя. Два часа ночи. Не знаю, как вы двое, но я вымоталась. Да уж, наверное, извини. Я совсем не думал. Боб, будь добр, вызови мисс Ленок с такси. Конечно. Фил, можно я завтра снова приду? Мне правда очень интересно. Конечно. Мы с Бобом начнем звонить на эти номера завтра, сразу с утра. Тогда и увидимся. Хорошо. Что ж, спокойной ночи. Спокойной ночи, Джин. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Нет. Боюсь, ваша светлость неправильно меня поняла. Я не даю никакого концерта. Ну, то есть, куда уж мне. Просто, насколько я понял, вы ходили на какой-то концерт во вторник. Понимаю. Видимо, меня ввели в заблуждение. Простите за беспокойство, ваша светлость. Не она. Говорит, что вообще на концерты не ходит. Да и судя по голосу, слух у нее нет совсем. Соби. Алло. Могу я поговорить с леди Соби? Я говорю от лица... Правда? Я не знал, что... Да. Понимаю. Простите, что побеспокоил. Скончалась. До или после концерта? Два месяца назад. Понятно. Сколько уже? 17. Следующая. Леди Сирет. Оставайся на телефоне, я открою дверь. Мэйфейр. Один. Два. Сейчас как раз обзваниваем. Хорошо. Алло, могу я поговорить с леди Сирет? Я говорю от лица мистера Филиппа Хэннона. Да. Алло. Леди Сирет? Добрый день, ваша светлость. Я пытался до вас дозвониться вечером во вторник, но вы, видимо, на концерт какой-то ходили. Ходили? Понимаю. Я говорю от лица мистера Филиппа Хэннона, драматурга. Да. Да, именно этого. Мистер Хэннон спрашивает, можно ли ему как-нибудь прийти к вам в гости. Ему нужна помощь по одному небольшому вопросу. Ещё чаю? Нет, спасибо. Ещё торта? Нет, спасибо. Не могу выразить, как я рада, что ко мне на чай пришёл известный драматург. Особенно учитывая, что я страшно хочу достать билеты на вашу постановку, но никак не получается. Что ж, если позволите, леди Сирет, я с радостью оставлю вам свои билеты в кассетеатры на любую дату, какую назовёт. Как вы любезны, мистер Хэннон, я очень благодарна. Леди Сирет, вам, наверное, кажется очень странным, то, что мы вот так напросились к вам в гости. Даже не думайте, если не хочешь, чтобы не случалось никаких странностей, тебе по утрам с кровати вставать незачем, ведь так? Ну да, наверное так, но... Но, понимаете, это... О, только одна просьба. Могу ли я получить четыре билета на эту субботу? Да, конечно. Запиши это, Боб. У нас состоится обед со старыми друзьями моего мужа, Бельмонтами. Ужасно скучная пара. Любители наблюдать за птицами. Я, конечно, не против, пусть себе наблюдают, но ведь говорят об этом без устали. И мне пришло в голову, что спектакль чудесное средство, чтобы скрасить вечер. Так, на чём мы остановились? Я хотел задать вам вопрос. О, пожалуйста, пожалуйста, задавайте. Дело, конечно, пустяковое, но... Кое-какие мои друзья слышали, что няня ваших детей... О, забыл, как её зовут. Джанет Мёрч? Точно, Джанет Мёрч. Мои друзья слышали, что она вроде как уходит от вас, и, как они поняли, она очень хорошая няня? Она необыкновенно чудесная, именно поэтому я так на неё злюсь. Прошу прощения, леди Сирет, я запутался. Да, всё очень просто на самом деле. Видите ли, это же не мои дети, это мои внуки. И из-за того, что мисс Мёрч вот так берёт и уходит от меня, я теперь ума не приложу, что делать. Джанет Мёрч сказала, почему уходит? Да, конечно. Она согласилась на другую работу, видите ли? Сказала, что начинает десятого. Я позвонила в агентство, которое мне её нашло, и жаловалась, на чём свет стоит, но ничего не добилась. Что за агентство? Бюро домашней прислуги «Единство». Что ж, спасибо, леди Сирет, больше времени отнимать у вас не будем. Да бросьте вы, я была очень рада. Вы не против, если я задам такой странноватый вопрос? Конечно, не против. Вы пользуетесь духами Плазир де Мур? Нет, мистер Хэннон. А стоит? Нет. Раз вы пользуетесь прекрасными балдефлёр, которыми вы надушены сейчас, не стоит. Ещё раз спасибо, леди Сирет. Не за что. До свидания. До свидания. Бюро домашней прислуги «Единство». Джанет Мёрч. Записал. Бюро домашней прислуги «Единство». Джанет Мёрч? Да. Джанет Мёрч. Кажется, я припоминаю это имя. Точно, куда-то мы её пристраивали. Сейчас посмотрю. А, ну вот. Она у леди Сирет на Брук-стрит. Нет, она как раз оттуда ушла, потому я и подумала, может, я смогу найти её. Нанять её. Ушла. Так-так-так-так. Она и проработала-то там пару месяцев. Я страшно хочу нанять мисс Мёрч. А может, дадите её домашний адрес? Сейчас посмотрю. Домашний адрес Джанет Мёрч. Прошу прощения, мадам. Ещё раз прошу прощения, но так нельзя. Ведь что бы было с нашей выгодой? Я хочу сказать, что если вы сможете связаться с девушкой самостоятельно, то мы лишимся комиссионных. Я поговорю с ней, мисс Мастон. Прошу, проходите. Я ужасно извиняюсь, мистер Пилингс. Я как-то не думала. Конечно, вы не думали. Присаживайтесь на этот стул. Спасибо. Итак, как я понимаю, вы ищете няню? Ну, да. У нас в картотеках есть хорошие девушки. Но, как я сказала вашей помощнице, я хочу нанять именно Джанет Мёрч из-за прекрасных рекомендаций Леди Сирет. У нас есть несколько таких же хороших нянь, если не лучшие. Подождите, я посмотрю. Ах, да. Вот очень хорошая шотландская девица. Фамилия Макдональд. У неё тоже очень хорошие рекомендации. Большое спасибо, я всё обдумаю. Если что, вам сообщу. Понимаю. В таком случае, мадам, дайте свой адрес. Кто знает, вдруг появится Джанет Мёрч, или мы подыщем вам кого-то ещё. Как вас миссис... Миссис Джин Ленокс. Джин Ленокс. Уэст Уан. Портман Сквер. Портман Сквер. Риджин Корт. Квартира 603. Квартира 603. Телефон? Аркейд 6549. Аркейд 6549. Миссис Джин Ленокс. Большое спасибо. До свидания, мадам. Спасибо. Простите, мистер Пилинкс, я не знала, честно, никто мне не сказал. Ну, дальше, дальше. В общем, он был очень высокий, где-то метр восемьдесят три, так что вряд ли он, Эван. Какой у него был голос? Ровный, вкратчивый. Он человек очень решительный. А он хрипит, когда дышит? Но если и хрипит, я не слышала. Боюсь, это тупик, Фил. Агентство, судя по всему, настоящее. Да и вообще, даже если Джанет Мерч та, кого ты ищешь, совсем не обязательно, что агентство замешано. Да. Наверное. Простите, мадам. 603, пожалуйста. 603. Шестой этаж, квартира мистера Хэннона. Хэннона? Ну, у меня здесь фамилия Леннекс. Ну, 603, это квартира мистера Хэннона, мэм. 603, вон там, мэм. Спасибо. Прошу прощения, миссис Леннекс здесь живет? Я из бюро домашней прислуги единства. Насчет работы. Понимаю. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Элис Макдональд. Понятно. Я только посмотрю, миссис Леннекс дома или нет. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Пожалуйста, подождите минутку. Элис Макдональд, это та девушка, которую хотели мне навязать. Как она нашла тебя здесь? Ну, я назвала этот адрес, потому что решила, что если они свяжутся с Мерч... Ясно, ясно. Боб, проводи ее в гостиную. Джин, сделай так, чтобы она разговаривала. Я хочу послушать. Скажи, что договариваешься от моего имени, что моя семья скоро приедет из Америки. Ясно? Да, хорошо. Я подожду здесь, не хочу, чтобы она знала, что я не вижу. О, добрый день. Добрый день, мадам. Присядете? Спасибо. Надеюсь, я пришла по адресу. Вот только в бюро сказали «Миссис Леннекс», а лифтер сказал «Мистер Хэннон». Ну, да, я «Миссис Леннекс», но я обращалась по просьбе мистера Хэннона, который живет здесь. О, понимаю. Видите ли, семья мистера Хэннона, возможно, скоро приедет сюда из Америки, и если приедет, понадобится няня. Понимаю, мадам, вы только в бюро сказали, вам нужна какая-то конкретная девушка, но если вы не сможете нанять ее, возможно, я подойду. Мне рекомендовали девушку по имени Джанет Мерч. В случае, мне знаете ее? Мерч? Нет, сэр, не знаю. Вот только в бюро сказали показать вам мои рекомендации. Спасибо, я возьму. Ого, очень хорошие. Вот, Фил, взгляни. Очень впечатляющие, правда? Да, очень. Что ж, спасибо, но, как я и сказала, планы мистера Хэннона пока не вполне определенные, но если ему таки понадобится, няня, мы вам позвоним. Можете оставить свой адрес. Меня всегда можно найти через бюро. До свидания, мадам. До свидания. До свидания. Боб. Да? Проследи за этой девушкой, не спускай с нее глаз. Узнай, где она живет, и если сможешь, сделай ее фотографию. Фотографию? Зачем? Возможно, она и есть Мерч. Барменша видела ее, Леди Сирет видела ее. Побыстрее, а то упустишь. А как мне сделать ее фотографию? Фотоаппаратом, дубина. Фотоаппаратом, конечно. Ну что, почувствовала запах? Какой? Ну а, услышала? Что? Ох уж вы зрячие, так старательно смотрите, что ничего не замечаете. От нее пахло теми самыми духами. А этот ее шотландский акцент чистый водевиль. Ты правда думаешь, что она мертв? Возможно. Голос не тот, но люди умеют изменять свой голос. Поезжайте за тем автобусом. А что это? Голос не тот, но люди умеют изменять свой голос. Уберите. Эй, а деньги? Нет, езжайте дальше. Магазин Баркерс. Сдачи не нужно. Могу я предложить вам это новое чистящее средство, мадам? Настоящее чудо! Устраняет пятна вмиг. Вам показать? Вот. Оно просто замечательно. Держите. Спасибо. Игрушки. Да, очень хорошо, сэр. Куда мне с этим? Вон туда, сэр. Где галантерея? Добрый день, сэр. Надпись «Готовы к использованию». Три фунта десять, правильно? Три фунта десять шиллингов. Вот. И готов к использованию? Готов к немедленному использованию, сэр. Вам упаковать его, сэр? Нет. Возьму как есть. Очень хорошо, сэр. Прошу вас, я тороплюсь. Лестница. Выход на улицу. Три фунта! КОНЕЦ Пожалуйста Яичница с ветчиной, по-деревенски Тосты и масло слева Кофе справа И очень красивая девушка прямо напротив меня Ну, спасибо, сэр Прямо как в прежние времена, да, Фил? Ну, что-то точно осталось прежним Хорошо, женись на мне, я клятвенно пообещаю, что никогда не буду готовить Такого занятного предложения я еще не слышал Да будет тебе известно, я не делаю предложение, кому попало Я делаю предложение лишь дважды за свою жизнь И оба раза одному и тому же мужчине Я знаю, Джин Хотелось бы мне увидеть это твоими глазами Но я не могу Ешь свой ужин Остынет Здравствуй, Боб Здравствуйте Ну что, есть результат? Да Пневмония Ты мокрый? Отсюда чувствую запах этого твидового костюма Да, дождь идет, знаете ли Немудрено промокнуть, если несколько часов к ряду постоять под ним Еще и без плаща Так куда она пошла? Ну сначала она пошла в магазин Баркерс на Кенгсингтон Там она что-то купила Так что? Я не знаю Занят был, фотоаппарат покупал Купила что-то в длинной упаковке, где-то полметра Не знаю, не знаю Она вышла из Баркерс Она вышла из Баркерс Начался дождь Села на автобус до Хаммерсмит Дождь все еще шел Заглянула в окошко аптеки Зашла в аптеку Вышла Дождь Зашла в кафе Выпила чашку кофе И съела одну булочку Или один пирог Видимость была плохая Из-за дождя, хлиставшего по окну Зашла в супермаркет Походила по супермаркету Еще походила по супермаркету Вышла Прошу прощения Здесь немного смазалось А, вот, вижу Сильный дождь Читать дальше? Здесь еще много такого Подобного Но где она живет, ты узнал? Мне кажется, у нее нет дома А если есть, она презирает его Силком, видимо, домой не затащишь Она скорее предпочитает бродить по улицам Но ты же должен был уйти от нее у какого-то дома Простите, но тут не может быть никаких должен И вообще, это она ушла от меня О, нет Я проследил за ней до здания Стонер Стрит, дом 224 Она зашла в него А я ждал на улице Все ждал, ждал и ждал Спустя три часа я начал что-то подозревать И зашел в этот дом Дом оказался пустым, похожим на склад Макдональд там не было Думаешь, она умышленно улизнула от тебя? Я не знаю, но в здании было минимум четыре Замечательных выхода сзади и сбоку, через которые она могла выйти Да, это точно был путь в никуда Ну, ничего страшного, Боб По-моему, ты большой молодец Вот Выпей чашку горячего кофе Спасибо Во всяком случае, я ее сфотографировал Правда? Да Вот только я не совсем уверен, правильно ли заправил пленку Нет, мистер Хэннон, нет, это не Джанет Мердж Ну что, совсем не похоже? Совсем? Эта девушка чуть старше И совсем не похожа А вы когда-нибудь видели эту девушку с фотографией? Нет, что-то не вспоминается А может, просто снято неудачно? Очень удачно снято Причем в условиях Крайне сложных У меня ощущение, что происходит нечто невероятно захватывающее Но вы, наверное, не можете мне рассказать, что именно? Увы, нет Но, честно говоря, Леди Сирет, я даже сам себе не могу объяснить, что происходит Пока что Ну, если решите, что сможете, пожалуйста, позвоните Темы для обеденных бесед на ближайшие полгода мне будут обеспечены А то мне вечно не о чем говорить Еще раз спасибо, Леди Сирет Спасибо Она даже пахла, как Мердж Как она может быть не ей? Хотите сказать, что то, что две няни пользуются одними и теми же дорогими духами, это просто совпадение? Честно говоря, мистер Хэннон, я запаха не почуял Ты? Да я могу готовить рыбу с картошкой у тебя под носом, и ты не почуешь Я еще не был простужен, когда впервые увидел Макдональд Я простудился благодаря ей С запахами все не так однозначно, Фил Если ты думаешь об определенном аромате, то всегда можешь заставить себя поверить, что чуешь его Чистая правда, я всегда могу почуять утечку газа, если... Подумаю о ней Что вы двое хотите сказать, что я выдумал все это на пустом месте? Конечно нет А то если вы так думаете, то будьте добры оба перестать потакать мне Перестаньте вести себя так, будто я ребенок, которого вам приходится развлекать игрой в детектива Боб, пожалуйста, отвези Мисс Ленокс домой Да не нужно, Боб Иди с ним Я поймаю такси Я займусь Как прибудет, подойдешь к ней и заберешь. Потом мы заберем у тебя и отдадим тебе деньги. Потом ты... Кто это? Почему не повез Джин домой? Она поехала на такси. Решила, вам не стоит оставаться в одиночестве. То есть мне уже и нянька нужна. Отправишься на длинные замечательные каникулы. Что может быть проще? Но вы не понимаете, вдруг мне понравится? Она тебе не успеет понравиться, дорогая моя... Нет, нет, мистер Эванс, я не стану этого делать, не стану. Бесполезно, мистер Эванс. Я охочусь за вами. Конечно, я понимаю, это неразумно. Но я и человек неразумный. Если Макдональд это не мерч, а вы не тот мужичок из агентства, кто тогда мерч? Леди Сирет? А кто вы, мистер Эванс? Кто вы, мистер Эванс? Полицейские дикие, фонарем посвети. Иначе собакам нас не найти. Иначе собакам нас не найти. Не найти. Звали мистер Хэннон? Нет, нет, я пел. Боб, я хочу разместить объявления в газетах. Каких? Во всех. Если Джанет Мерч нуждается в помощи или совете, пусть позвонит по номеру Arcade 6549. Это же наш номер. Я знаю. Секретность гарантирована. Боб, как ты мог позволить ему это сделать? Я же сказал вам сегодня утром, я не думал. О чем не думал? Я только что прочитала это твое нелепое объявление. С каких пор ты читаешь разделы частных объявлений? Я разговаривал с Бобом сегодня утром, и он сказал, что ты сделал. Ты осознаешь, что творишь? Конечно, я пытаюсь найти Джанет Мерч. И Эванса, особенно Эванса. Ну разве ты не понимаешь, что кем бы они ни были, ты дал им понять, что что-то знаешь. И где тебя найти? Фил, это последнее, что я хотела бы тебе сказать, но ты должен согласиться. Ты не можешь позволить себе подвергаться насилию. Алло? Arcade 6549. Квартира мистера Хэннона. Да. Эта женщина говорит, что она Джанет Мерч. Дай мне трубку. Сними трубку добавочного телефона и запиши разговор. Можно? Говорит Филип Хэннон. Привет. Чего расскажешь? Это мисс Джанет Мерч? Она самая. Джанет Мерч. Ты хочешь связаться со мной? А я хочу связаться с тобой, дорогой. Нуждаюсь ли я в помощи и совете? Конечно, нуждаюсь. Откуда вы говорите? Из бара, голубчик. Из лучшего бара в Лондоне. Может, придешь сюда и опрокинешь рюмашку? Не знаю, кто она, но она не Джанет Мерч. Просто пьянчушка, которая прочитала объявление и позвонила, забавой ради. Просто я позвонила. Паренька зовут... Филип Хэннон, если тебе это о чем-нибудь говорит. Послушай, не нужно обо мне беспокоиться. Внизу днем и ночью портье. На двери два замка и цепочка. И со мной Боб. Я защищен не хуже, чем Форт Нокс. А ты? Я? Ты тоже в этом замешана? Ты ходила в агентство, и если агентство замешано, тебя тоже будут искать. А живешь ты одна? Это ерунда, Фил. Как это ерунда? Ты что, не одна живешь? Ну да, одна. Я не хочу, чтобы ты была одна в своей квартире в ближайшие несколько дней. Боб, сними для мисс Ленокс номер в гостинице. Послушай, если ты думаешь, что я съеду из идеальной квартиры в какую-то паршивую гостиницу, отвези ее, Боб, в какую-нибудь приемлемую гостиницу. Может, даже с ванной в номере. Ты всегда был самым несносным человеком. До свидания, Джин. До свидания, Фил. КОНЕЦ КОНЕЦ Кто там? Это я, милая? Элси Скайлер. Одну минуту. Джанет, дорогуша, мне надо уйти. Будь лапушкой, присмотри за полки. Я бы взяла ее с собой, но иду-то я на спиритический сеанс, а экстрасенс Мадам Павио терпеть ее не может. Но я как раз собралась уходить. Батюшки. Но мне только позвонить. Через пару минут вернусь. Ой, Джанет, какая ты голубушка. Я тебя дождусь. Я тебя дождусь. Я тебя дождусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло. Аркейд 6549. Вы просили связаться с вами? Да. Вы ведь Джанет Мерч? Да. Узнаю ваш голос. Пока об этом забудьте. Говорит Филипп Хэннон. Я разместил объявление. И попросили связаться с вами. Именно. Я хочу поговорить с вами. Можете прийти сюда? Нет. Я не могу уйти из дома. Откуда вы говорите? Из дома. Я не могу уйти отсюда. Но если встретитесь с моим отцом, он приведет вас ко мне. А он может прийти сюда? Портман Сквер, Риджен Корт, дом 813. Нет. Но в любое другое место, какое скажете. Почему не сюда? А вдруг кто-то увидит? Хорошо. Знаете пап под названием Орел? Недалеко от меня. Да. Я встречусь с вашим отцом там. Прямо сейчас. Мне идти всего пару минут. Нет, нет. Не сейчас. Лучше через час. Хорошо. Я приду. До свидания. Нет. Простите, сэр. Он не отвечает. Можете оставить сообщение? Ну, хорошо, сэр. Симмонс, можете записать сообщение для мистера Мэттьюса? Конечно, мистер Хэннон. Скажи, что мне позвонили и что я ушел в Орел. Попроси его туда прийти. Немедленно. Хорошо, сэр. Ой, простите, пожалуйста. Прошу прощения. Что это за место, господин? Вы сейчас на северной стороне Портман Сквер. Как? А где Бейкер Стрит? Позади вас, через 23 шага. Возьмите меня под руку, я покажу. Спасибо. Очки у меня запотели, и я вижу не лучше, чем если бы у меня на голове было ведро. Должно быть, очень сильно мешает. Необходимость носить очки. О, явился смельчак. А, это ты, дорогой. Добрый вечер. Неразбавленный виски безо льда, правильно? Да. Знаешь, по-моему, ты прекрасно справляешься. Если бы ты не сказал, я бы ни за что не поняла, что ты... Ну, ты, наверное, уже к этому привык, да? Даже не думайте. Человек способен на очень многое, но к этому привыкнуть невозможно. Здесь кто-нибудь есть? Не души, дорогой. Такими вечерами все сидят дома. Даже чтобы промочить горло, они выходят. Хочу попросить вас о помощи. Пожалуйста. Я должен кое-каким здесь встретиться. Скорее всего, это будет мужчина среднего возраста. Разглядите его хорошенько, не тот ли это мужчина, о котором я вас на днях спрашивал. И разговорите его, хочу услышать его голос. Если это он, покашляйте. Ну, я же сказала, я плохо его разглядела. Ну, если он хоть что-то вызовет в вашей памяти, покашляйте. Хорошо. Если вы кашлянете, я уйду. И вы скажете «Спокойной ночи, мистер Дойл». Если нет, подойдите и подайте мне выпить. Если я решу, что это один и тот же человек, надо покашлять и сказать «Спокойной ночи, мистер Дойл». Хорошо, дорогой? Так, скажите точно, где пинбольный автомат? А вот он там, справа. Нет, немножко в эту сторону. Вот он. Вы очень добры, понимаете ли? Я особенно не хочу, чтобы он узнал про мои глаза. Не хочешь? Не хочу. Хорошо, голубчик, как скажешь. Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Половину мягкого пива, пожалуйста. Есть, сэр. Пожалуйста, сэр. Спасибо, мэм. Ну и вечерок, да? Да уж, действительно, дальше носа не видно. А помните, какой страшный туман был во время войны? Мне кажется, этот не такой густой. О, спасибо. Мне кажется, это не он. Этот с виду приличный малый. Стойте перед ним и разговаривайте, чтобы я знал, где он. Он на третьем стуле от двери. Да уж, я никак не ожидал о посетителей сегодня. А ты посмотришь. Аж двое. Порой людям просто нужно выйти из дома. Даже в туман. Здравствуйте. Мерзкий вечерок, да? Мерзкий, сэр. Из-за тумана все везде опаздывают. Вы, случайно, не мистер Хэннер? Он самый. Я мистер Мёрдж. Присядем за столик. Ну, я отнесу тебе туда выпивку, голубчик. Вот хороший столик. Как вам? Доволен, дорогой? Спасибо. Добрый вечер, сэр. О, мистер Мэтьюс, у меня для вас... Только и говорит, что хочет встретиться с вами. Больше ни слова не вытрясешь. Но что-то не так, сэр. Совсем не так. И уже давно. Она никогда не говорила вам про человека по фамилии Эванс? Эванс, нет, никогда не упоминала эту фамилию. Да и никакую другую. Говорю вам, она уже на грани. Что ж. Будем? Будем. Когда мистер Хэннер ушёл? Примерно 20 минут назад, мистер Мэтьюс? Идти совсем недалеко. Не против, если я возьму вас под руку? Не привык я к этим туманам? Конечно, не против, сэр. Хотя он вроде бы уже изрядно рассеялся. Да, действительно. Резкий поворот налево. Он вышел через эту дверь и повернул налево, и с ним был ещё один мужчина. Большое спасибо. Надпись. Опасно не входить. Компания Джеффсон Дэймс. Подрядчики по сносу зданий. Ну вот, пришли. Смотрите под ноги. Аккуратней, сэр. Подождите, сэр, я включу свет. Вот так-то лучше. Теперь хоть видно, куда идём. Ну что, наверх? Боюсь, подниматься надо высоко. Мы живём на самом верху. Аккуратней. Ставьте ногу. Вот так. Высоко подниматься, да? Дом, конечно, так себе, как вы видите. Ну что, пришли. Надпись. Опасно держать эту дверь запертой. Я вас заведу, и потом уйду. А то она не будет при мне говорить. Проходите, сэр. Мистер Мерч? Мистер Мерч? Здесь кто-нибудь есть? Мистер Мерч? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не двигайтесь, пока я не поднимусь к вам В чем дело? Там, наверху, человек Быстрее, за мной Мистер Хэннанд! Мистер Хэннанд! Боб, я здесь! Вы целы? Я цел! Вытащи меня отсюда! Да! Давайте! Теперь вы в безопасности Где я? Что это такое? Разбомбленное здание Тут совсем нет фасада Еще один шаг, и меня бы не стало Привет, Джо! Гадкий вечерок, да? Гадкий мистер Пилингс Ну что, встретился с мистером Хэннаном? Да, мистер Пилингс И дело сделано О, это хорошие новости, Джо Очень хорошие! У всех теперь будет гораздо меньше хлопот Алло Да Джо только что пришел Говорит, что мистеру Хэннану няня больше не понадобится Да, обязательно Пока Он передает тебе Молодец, Джо Спасибо, мистер Пилингс Чаю хочешь, Джо? Нет, спасибо, мистер Пилингс Не сейчас Я заметил, если на ночь выпью чай, мне не заснуть Спасибо, Джин Фил Я хочу, чтобы ты пообещал Что никогда такого не повторишь Ну вообще, обычно люди такое не повторяют Знаешь, Джин Что самое странное, что случилось со мной, когда я висел на краю Я думал, какая разница, буду я жить дальше или нет Но я ошибался И понял, что ошибался, когда до этого дошло Я очень сильно почувствовал разницу Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да, Фил Только не доводи себя до смерти, чтобы доказать, что ты хочешь жить Прошу прощения, мистер Хэннон Пришли инспектор Гровининг и сержант уголовной полиции Люс Неужели? Так проводи их сюда Прошу, проходите, инспектор Доброе утро, мистер Хэннон Здравствуйте, инспектор Говорят, у вас были какие-то... Приключения, мистер Хэннон? Приключения? Нет Будь у вас драматургическое мышление, вы бы сказали, что мне пытались сломать шею Но уверен, этому есть идеально невинное объяснение Мистер Хэннон, по словам барменша из Орла, вы ждали этого человека Зачем вы с ним встречались? Вы знаете, кто он? Нет Но я знаю, кем он не является Он не Эванс А помимо этого, я знаю только то, как он представился Отцом девушки по имени Джанет Мерч Понимаю Вы пытались разузнать про нее? Давали объявления и так далее? Верно, инспектор? Почему вы интересовались Джанет Мерч, мистер Хэннон? Потому что именно ее я слышал в баре Вы связались с ней? Да, я разговаривал с ней по телефону вчера вечером Инспектор, вы должны найти Мерч И должны найти ее быстро Мистер Хэннон Джанет Мерч, возможно, и связана с какими-то преступниками Хотя это отнюдь не точно Но одно известно точно Кто бы ни просил ее совершить преступление или не преступление Сегодня или завтра Она уже ничего не совершит Ее тело сегодня утром вынесло из реки Ее убили? Да Грязная работа ножом И мало того... Я за это в ответе Вы в ответе? Да, из-за того, что подала объявление Она увидела объявление, но и Эванс тоже И Эванс понял, что я что-то знаю благодаря ей И убил ее А потом и мое убийство пытался устроить Я убил бедную девушку Я все равно, что застрелил ее Инспектор, мы должны поймать Эванса И должны поймать его до завтра Мистер Хэннон, как я уже говорил Но скоро все начнется, инспектор Сегодня девятое Что-то где-то совершается уже сейчас Не забывайте, мистер Хэннон Здесь живет 9 миллионов человек 9 миллионов А Эванса никто из нас не видел А слышали его, только вы Сегодня утром он, видимо, предпочитает виски и яичницы Если виски поможет ему пережить сегодняшний день Я только за Я тоже, только похоже, виски действует на него не сильнее, чем молоко на ребенка Пойду попробую с ним поговорить А он знает, что я здесь ночевала? Он знает то, что сегодня десятое И больше ничего Вот и все, что тебе нужно сделать Мэри прибывает десятого Джин? Да, Фил? Ты ведь не только сейчас пришла? Нет, я здесь ночевала Ночевала? Да, в свободной комнате Надеюсь, тебе было удобно Тебе налить? Фил, десять часов утра Десять часов утра Десять тридцать Десятый час Десятого дня За это давай выпьем Ты не против, что я здесь переночевала? Бобу нужно время от времени уходить И ты решила устроиться помощницей сто раз Ну, факты это подтверждают Видимо, только сиди на цепи, я не могу довести себя до порога смерти, а других людей до самой смерти Ну, ты же не знал Я не знал, что Эванс такой отчаянный Ну, откуда ты мог знать? Подойдешь к ней и заберешь Потом мы заберем у тебя и дадим тебе деньги И ты отправишься Зачем ты включаешь эту запись снова и снова? Уже ведь, наверное, наизусть запомнил Я с самого начала ее наизусть запомнил Но слова можно помнить, не зная, что они значат Что-то в этой записи пытается рассказать мне про Эванса Про то, кто он и что собирается сегодня сделать Но, похоже, я не слышу А вы все остальные можете только видеть Вы не сделаете это Не сделаю, моя дорогая, не сделаю Если ты сделаешь, как тебе велено Перестань, возьми себя в руки Незачем плакать Ладно, мистер Эванс, ваше взяло Джин, ты у окна? Да Туман сошел? Почти Уже почти рассеялась Что ты видишь? Ты знаешь, что, Фил Сам рассказал, когда я в первый раз здесь появилась Точно Парламент Биг Бен Вокзал Чаринг Кросс Вокзал Интересно, если бы Мэри прибывала на вокзал На каком бы поезде? На пригородном поезде, на поезде с пароходным сообщением Что это, пароход на реке? Да А зачем он гудит, если нет тумана? Они часто гудят А, ну да Когда убывают, прибывают и так далее Помню, когда я приехал сюда на лайнере Куин Мэри 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 Десятого Боб 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 Фил Да, сэр? Позвони и узнай, когда прибывает Куин Мэри Куин Мэри? Да, и поскорее Зачем? Ты что, не понимаешь? Как раз тогда, когда пинбольный автомат начал шуметь Я услышал не все Я услышал, Мэри прибывает Но он мог сказать, Куин Мэри прибывает А подойдешь к ней, могло, значит, приехать в Саутгэмптон И это не девушка, а корабль Они хотели отвезти Джанет Мёрт, чтобы она кого-то с этого корабля встретила Алло, мне нужна информация Подскажите, во сколько Куин Мэри причалила в Саутгэмптоне? Ну что, узнал? Спасибо Спасибо Подождите, пожалуйста, минутку Куин Мэри причалила сегодня в 6 утра Согласованный с ней поезд должен был прибыть в Лондон в начале 11-го Сколько сейчас время? Пол-одиннадцатого Так, слушай Достань список пассажиров Узнай имена богатых пассажиров, путешествующих первым классом и с детьми И свяжись с этим трудолюбивым полицейским Да? Что ж, огромное вам спасибо Простите за беспокойство До свидания Их, получается, вычеркиваем Это мистер и миссис Ричард Эйвери из Хьюстона, Техас Двое детей Привезли свою няню с собой Еще есть? Да, аргентинцы Доместры Ах да, доместры С ними пока не связались Они сняли квартиру в Кенсингтоне В любом случае, их дочери 17 лет, им вряд ли нужна няня И все равно мы попробуем их найти, мистер Хэннон Для пущей верности Надеюсь, вы ошибаетесь, мистер Хэннон Инспектор Я не хочу оказаться прав Просто мне до смерти страшно, что могу и оказаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, из-за нервов или из-за холода, но я околеваю Извини, там сзади где-то одеяло Вот Вот, так лучше? Спасибо Здесь, кажется, они уже целую вечность копаются Всего 10 минут прошло Они знают, что делают Они просто бегают Они не знают, что делают Зачем 17-летней девочке няня? Я окончательно запутался Не могу понять Что это? Что случилось? Похоже, это миссис Доместра Перекройте все ворота в саду Мы ищем 17-летнюю девочку в инвалидной коляске И няню, одетую в белую форму, черные туфли, темно-синий плащ и чептик Поспешите Есть, сэр Она инвалид? Ее отец сказал, что она ребенок, который так и не вырос Они держат ее рядом, всегда Бедные люди Джин? Да Успехи есть? Нет Фил, как думаешь, может нам поехать домой? Становится страшно холодно Нет От меня, конечно, толку мало, но я хочу быть поблизости На всякий случай Похоже, что-то нашли Отведи меня Тут забор Принесите фонари осветить участок Сейчас, сэр Здравствуйте, мистер Хэннон Добрый вечер, инспектор Что нашли? Инвалидную коляску с высокой спинкой Видимо, спинка опускается, чтобы можно было лечь В коляске что-нибудь есть? Да Калат, подушка и... как это называется? Чучело Голливог Какое? Голливог У нас в Америке таких нет, по-моему Это такая мягкая кукла с черным лицом Мягкая кукла? Да, она довольно большая С виду новая Инспектор! Что, мистер Хэннон? Эту куклу... можно мне ее на минутку? Зачем? Просто хочу ее подержать Отпечатков пальцев на ней не будет Хорошо? Спасибо На, держи Она зашла в универмаг В отдел игрушек И купила что-то в упаковке примерно полметра в длину Инспектор! Да, мистер Хэннон? Хотите найти человека, который держал куклу последним и держал довольно долго? Предлагаю вам проехать со мной по адресу Стоунер-стрит 224 Вы говорите про Макдональд? Я уже не знаю, о ком говорю, но эти духи привели тебя на Стоунер-стрит Но это же пустой дом Ну, конечно, если бы ты ребенка похитил, куда бы ты его отвез? В пятизвездочный отель? Ну, что скажете, инспектор? Вы готовы поставить на очередную мою безнадежную версию? Если да, нам лучше поспешить Мистер Мэтьюс, вы знаете, где этот дом, так что поедемте с нами Мисс Леннекс, отвезете мистера Хэннона домой? Конечно, инспектор Но вдруг там Эванс, а вы его не узнаете Мистер Хэннон, если вы правы, значит вы без глаз увидели больше, чем мы двумя глазами Но там может начаться заварушка, и если начнется, вам там не место Простите Идемте Ну что, не стоять же здесь всю ночь Где машина? Прямо впереди Прямо впереди Прямо впереди Алло, мы их поймали, мистер Хэннон? Девочка там? Да Она слегка сонная, ей что-то дали Но жива-здорова Послушайте, инспектор хочет с вами поговорить, подождите Что ж, мистер Хэннон, я вас поздравляю Да, вы были совершенно правы Эванса поймали? Ну, тут двое мужчин, но мы пока не знаем, который из них Эванс Но один из них – наш старый друг по имени Чайник Чарли У него было очень много имен Сегодня одно, завтра другое Полагаю, Эванс – одно из них Второй очень похож на описанного вами и барменшей мистера Мёрча А Макдональд? Ну, здесь есть какая-то женщина Но не та, за которой следил Мэтьюс Не Макдональд? Странное дело Но мы уже раскинули сети Скоро должна попасться Понятно Сложности были? Нет, сдались как миленькие То есть я не так уж сильно и помешал бы, да, инспектор? Алло? Алло? Инспектор? Алло? Алло? Повесил Боюсь до сих пор злиться А, вот, слышу Я уж думал, пропали Что ж, мои поздравления Да не за что Пожалуйста Ну что ж, вот, похоже, и всё Их поймали? О, да, да Инспектор Гровининг и британская полиция прибыли в самый последний момент Чудеса, да и только Что ж, пока ты сидишь здесь в темноте и хандришь, я налью себе выпить Угощайся, если и у тебя есть повод выпить Но лично я, пожалуй, пойду спать Не бойся Я уеду Как только выпью это, сразу уйду Я пью за мистера Филиппа Хэннона Бесполезно поздравлять его и говорить, что он молодец В ответ получишь только ворчание Бесполезно желать ему счастья Счастья ему не нужно Счастья у него и не будет Он предпочтет быть одиноким и печальным Бесполезно желать ему удачи Для него всякая удача должна быть с приставкой «не» Я пью за мистера Хэннона Человека, у которого всегда что-то должно идти наперекосяк Или не до конца, чтобы был повод Сидеть и хандрить из-за этого За мистера Хэннона Человека столь гордого, что он никому не позволит себе помочь Который не хочет, чтобы ему помогали Даже просто перейти дорогу Вызвать тебе такси? Или ты хочешь еще что-то сказать? КОНЕЦ КОНЕЦ Ну? Как только Боб приедет, я уеду Да Боб уже едет Тебе незачем здесь сидеть Да, видимо незачем До свидания, Фил До свидания, Джин КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Заходите, мистер Эванс. Теперь мы на равных. Темноты не боитесь, да? Заходите, мистер Эванс. Заходите, мистер Эванс. Теперь мы на равных. Темноты не боитесь, да? Заходите, мистер Эванс. Заходите, мистер Эванс. Сегодня 10-е. Я жду вас. Темноты не боитесь, да? 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 Темноты не боитесь, конечно. Спасибо. Темноты не боитесь, Дэм? Заходите, мистер Эванс. Заходите, мистер Эванс. Сегодня десятое. Я жду вас. Темноты не боитесь, Дэм? Заходите, мистер Эванс. Темноты не боитесь, Дэм? Вам придется убить меня, мистер Эванс. Я слишком много знаю. Заходите, мистер Эванс. Сегодня десятое. Теперь мы на равных. Я жду вас. Темноты не боитесь, Дэм? Заходите. Заходите, мистер Эванс. Заходите, мистер Эванс. Сегодня десятое. Теперь мы на равных. Я жду вас. Темноты не боитесь? Заходите, мистер Эванс. КОНЕЦ Мистер Хэннон! Мистер Хэннон! Хэннон! Мистер Хэннон! Мистер Хэннон! Подожди, Боб! Вы не ранены, мистер Хэннон? Мы слышали выстрелы. Что это было? Эванс? Это был Эванс, да, но... Я не знаю. Идёмте сюда. Это женщина? Это Макдональд? То есть она, Макдональд и Эванс, одно и то же лицо? Ну, конечно. Я же говорил, от неё пахло так же, она разговаривала так же. Давно надо было догадаться. Но когда мимо тебя проходит два человека, и ты чуешь запах духов, и тебе говорят, что один из них мужчина, ты, естественно, думаешь, что над душем был второй человек. И только три минуты назад я что-то заподозрил, когда схватился за её тонкое запястье. Она мертва? Да. Мне жаль. Хочешь ещё чашку кофе? Нет, спасибо, Джин. Фил, я хочу кое о чём спросить. О чём? Когда ты меня вчера прогнал, ты знал, что Эванс сюда заявится? Нет, я просто подумал, может быть. Полиция искала кучку похитителей, я искал Эванса, а Эванс искал меня. Понятия не имея, что я знаю, или когда и что узнаю. Представляешь? Испугался меня. Не полицию, меня. И всё-таки ты меня прогнал. Мне пришлось, дорогая, я должен был поймать Эванса. Но я не мог искать его, поэтому нужно было, чтобы он сам ко мне пришёл. Неужели не понимаешь? Понимаю. Но всё равно. Мне кажется, ты должен был хотя бы... Что у нас сегодня на улице? Туман? Нет. Сейчас ясно. Так отведи меня на крышу и покажи. Давай. Неужто не подашь руку помощи тому, кто не видит? Конечно, подам. Что ты видишь? Ну, здесь всё точно так же, как ты помнишь. Да. Конец. 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 Конец.